КОНЕЦ 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 Я больше не могу! Не могу больше! Ноги подкашем! Скоро будем дома! Скоро! Полный царицы наш виден! Вот здесь! Здесь вот мы с товарищем Сталиным в восемнадцатом году белых пили! Где? Вот здесь! Руку, товарищ! Слело, товарищи! Завтра Новый год! Эй! Стой! Эй, Петров! Бежать решишь? Вот тебе за коммунию, проклятый! Так со всеми вами расправу сделаем! Хочем! Папа! 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 Мама! Мама! Здравствуй, Михайловна. Здравствуй, Карл Иванович. Что задумалась, Михайловна? Хозяин с дочкой поджидаю, Карл Иванович. А, супруга. Давно не видал Стефана Евдокимовича. Привет ему передай. Небманы проклятые, жить не дают, шкурадеры. А вот зажигалки кому зажигалки дёшево продам. Кому зажигалки начал трясти, домой не нести, кому... О, Варварушка, сестрица, давай подмахну, что ли. Купцом заделался, Иван. Ну, а что поделаешь, завод стоит и угля нет. Новым годом. Да не до новых годов мне нынче. Что так? Степана не дождусь, третий день. О. И Олюшка с ним. А где Степан-то? Да по земельным делам послан в район. Ну? Кулак сильно озорует. Ну что ж ты, своего супруга не знаешь, что ли. Пока полный социализм население утвердит, нечто вернётся. Вот девчонку-то зря с собой взял. Давай подмахну, что ли. Да не надо. Ну давай. Сашка-то дома? Дома. Не пойду. Только ругаться с ним буду. Чего вы не поделили? И в кого это уродился такой интеллигент? Пустишь ты, не кричи. И так неприятностей у него много. Устал человек без работы. Да, нашему брату без работы трудно. Мама? Мама, это ты? Я, сынок. А кто с тобой? Дядя Иван пришёл. Здорово, племянник. Здорово, дядя Иван. Давно не виделись. А ты что ж, Саш? Опять за свои чертежи сел. Может быть, когда-нибудь пригодятся? Да. На бумаге-то у тебя красиво получается. Всё рисуешь, да на стены вешаешь. Выходит, и учить тебя незачем было. Получается. Здравствуйте. Давно не видалец. А что же прикажешь делать? Болтать вместе с вами. Я человек беспартийный, мне это ни к чему. А стены украшать к чему? Что же мне дело? Довели Россию чёрт знает до чего. И кричат демократия, диалектика, индустрия. Какая у вас там индустрия? У вас одна индустрия болтовня. Готово. Получай свою индустрию, Варвара. Я к чему это. Саша! Саш! Сергей опять с Анатолием Липским схватился. Это с каким Липским? Который на обеде в газетах писал, что ли? Дать ему сервецу пуху. Дать! Я вот сейчас с тобой, давай. Анатолий! Что вы сделаете? Вну! Домой! Кула! Кула! Мелкота! Тоже мне Троцкий и Бухарин. Подумаешь, делегаты съезда? Вижу, и у вас тут дискуссии. А чем мы хуже других? Ксенечка, что у них там произошло? Да понимаете, Александр Степанович, Анатолий Иванович утверждает, что дело партийных не зло постановлять, а дело ЦК исполнять и поменьше рассуждать. Ну, Серёжа, как вскинется? Да дело не в том, вскинулся я или нет. Но ты, Саша, сам посудишь, что он говорит? Он говорит, что нам суждено унавозить почву только для другого капиталистического общества. И в доказательство, знаете, что привёл? Последнее выступление Троцкого. Я сживаюсь на его авторитет. А на кого мне прикажешь ссылаться? Да ты ссылайся на Ленина, на Сталина. А ты знаешь, почему ты такой несгибаемый сталинец? Знаешь, почему? Вот, по знакомству. Саша, ты что? С ума сошёл? Чему равен квадрат гипотенузы? Ну, отвечай. А когда произошло крещение Руси? Эх вы, а ещё в политику лезете, судари мои. Рано, голубчики. Чтобы толковать о России, нужно ещё кое-что знать, кроме цитат из газет. Заговорила Россия. А как же! Триста лет молчали и вдруг заговорили. Семечки лузгают тоннами, слова сыплют вагонами. Слово катится, фабрика валится. Слова раскатывается, завод разваливается. Слово бежит, а работа стоит. Я пойду домой, Александр Степанович. Разве можно тут по-человечески разговорить? Никуда я вас, Толя, не пущу. Партийная часть не возражает против перемирия между фракциями ввиду наступления Нового года? Принимается единогласно. Что ж ты ваше так задержались, Варвара Михайловна? Да не говори, Ксенечка. Вся душа у меня изболелась. Да, Варвара Михайловна, я вас и не поздравила. Серёжа-то сдал семестр на отлично. И вообще все от него в таком восторге, в таком восторге. Ну, и по истории, и по математике. Да, по всем предметам. Вот это праздник. Серёжа, прохвост. Ну, дай я тебя расцелую. Мамочка, поздравляю. Вот это праздник. Ксенечка, а как ваши успехи? Да и я, и Анатолий, и все мы. Это только благодаря вам, Александр Степанович. Если бы вы с нами не занимались... Поздравляю. Как бы мы и выскочили. Всегда ты меня обрадуешь. Ксения, сыграла бы ты что-нибудь. Ой, нет, я домой побегу, маму обрадую. Нет, нет, никуда мы тебя не будем. Ксенечка. Ну, 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 что? Это что, твоя ученица, что ли? Моя. Ну, девушка, ну, сыграйте, Ксенечка. Ну, сыграйте. Да не хочется. Ну, как же? Давайте лучше споем все вместе. Споем, верно, верно. Давайте-ка споем, братцы. Эх, русская песня, она, брат, даже врагов помирить может. А ты чего ж невеселый? Эй, что ж, знаешь, как говорят, под Новый год кто невеселый, тот весь год невеселым будет, а? Да ну их. Хотел было поговорить с Анатолием как следует. Да ну уж. Эй, эй, петухи, петухи. Ну, давай, давай споем, давай споем. Не пить не охота. Ну, давай, давай, ну, запевай, запевай, ну, давай. Тут война пошла буржуазная, а грубел обозлился народ. И по винтику, по кирпичику растащили весь этот завод. И по винтику... Да, да. Песенка многозначительная. Это ж ж я сам сочинил, что ли? Есть, правда, и такая довольно отсталая песня, Ксенечка. И по Волге реке... Лавар Михайлович. Давно они не видят таких веселых. Это он из-за Сережи. Ради праздника его. А вот с овцом они поют. Славежок, стружок, как стреланики, как стреланики. Саша, да, Саша? Ксения у тебя на два голоса. Хорошо получается. Саша, это отец. Оленька. Дочка. Что такое? Отца. Убили. Убили. Голубин! Папа! Степа! 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 Доброе утро! Яи! Сделаю, Степа. Передам сама. Да пустите меня, милый. Мужу у меня кулаки. Да нет его здесь. Да мужу у меня кулаки убили. Письмо принесла к Ленину. Горки ступай, мать. Там он. Горки. Что он не сказал? Что он сказал? В горках говорит он. Ну как, Владимир Ильич Строгий? Примет ли? Что ты? Простой человек Ленин. Росту вот его. А глаза у него такие ясные, чистые, ласковые. А улыбка такая, что на душе теплее. Как самому себе все рассказывать. Ничего не бойся. Я его в семнадцатом у Петрограде бачил. Всего у меня я к торгу раскрыл. И ничего казать не хотел, все одно казал. Удержаться не мог. Пристальный человек. Я до него большую убыду несу. Все с бедой. Все за подмогой. У меня кулаки мужа убили. Нес письмо к Ленину. Догнали. Вот оно. Письмо. Покажите. Дорогой Владимир Ильич. Страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки, по их указу, распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. Другого объявили сумасшедшим. А? В больницу определили. Это какое место письмо? Это у Азбекистана дело было. Я сам такое дело имел. Погоди, погоди. Читай, читай, читай. Кулаки убивают, зверствуют над народом. Они делают... Прогулки прогуливайтесь, шатайтесь по белому свету. Милый, да никуда мы не шатаемся, что ты? Да ну! Не пили, не ели, и двоноги несут. К Владимиру Ильичу мы. К Ленину? Да. Нет. Нет его. Нету. Что ты выдумал, гад проклятый? А, сейтан, убью! Мама, что это? Что он сказал? Молчи, дочка, молчи. Как же так? Как же так, чтоб его не было? Не его не было? Родик. Она устала в свою школу. Боюсь. Как же так. Как же так... Родик. Кто-то тоже подтягивается. Игорь! 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 Да. Кончилась великая эпоха. Все надо теперь пересмотреть заново. Кончилась великая эпоха. Нет, нет, не пишите. Вы зайдите через час, некролог будет готов. Хорошо, товарищ Бухарин. Мы соберемся с мыслями, переговорим кое с кем через час-два. Я зайду к вам, товарищ Камир. Теперь Бухарин с Каменем и все Ижи с ними начнут кричать Умер Ленин, нет больше Ленина И будут пытаться раскалывать партию Да, попробуют продавать страну опытами и розницу А получаться, конечно, прежде всего на Сталина А кто позволит? Сталина партия знает не с вчерашнего дня Сплотить вокруг ЦК Вселенской силой без этого развал Правильно Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ленина мы никому не отдадим «Симон» 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 Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам всеми силами укреплять союз рабочих и крестьян Дадим клятву, что мы с честью выполним эту его заповедь Это Сталин клятву дает Мы тоже дадим Клятву дают Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь Клянемся Русские и украинцы Башкиры и белорусы Грузины и азербайджанцы Грузины и азербайджанцы Армяне и дагестанцы Клятва дар Старый киргиз, узбеки и белорусы Не знаю сам Есть сила и нет силы Ни коммунист я Ни грамотный Клянись Ты да я да все с нами, тебе и упасть некуда Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь Клянемся Клянемся Жизнь отдаю Ленин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим Клянусь Клянемся 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 Все во мир Клянемся 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 Бухарница. И дешевле, и быстрее, да и качество крепче. Хоть плохо, да свое. А какая, не скажете ли вы мне, разница между чужим и своим плохим? Да ведь свое отечественное надо начинать. Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях. Да, машина еще слабовата. Но зато хоть голос подает, и за это спасибо. Не сразу все делается. С той техникой, что у нас в руках, и такую машину едва собрали. А значит ли это, что мы должны опускать руки? Создадим техническую базу и начнем строить прекрасные машины. Машины, которые сами будут делать хорошие машины. Это вы, Варвара Михайловна? Я. Вот она, нашлась инкометка. Ага. Но раньше надо расчистить дорогу для стройки. Не разбив оппозиции, нельзя добиться превращения нынешней России в Россию социалистическую. Письмо вашего мужа оказало неотенимую услугу нашей партии. Я помню его во время обороны Царицына. Отличный был коммунист. ЦК уже дал указание о производстве следствия по делу об убийстве Степана Петрова. Это выстрел в бордилу, имейте ввиду. Народ в Царицыне требует суда. Народ? Народ судит. Значит, мне надо быть там. Просто смешно теперь вспомнить. Идет трактор по Красной площади, маленький, слабый, еле ползет. Гайки на ходу теряет. И многие тогда говорили, что этот трактор конец всей затеи. Сталин сказал, что это маленькое начало великого дела. Заводы теперь будем строить. Ну, так что же в конце концов решено? Ну, заводы, а потом... Дело не только в заводах. Мы начинаем плановое строительство. Плановое. Да ты послушай, что Сергей-то говорит. Строиться начинаем. Мы очень заняты. В ближайшие годы до 20 тысяч тракторов. Так что ли? Да-да. Нет, погодите, погодите. Вы сами-то понимаете, что такое машина? Это, во-первых, рудники, шахты, заводы, которых кот наплакал. Это, во-вторых, культура труда, которой тоже пока что не видно. Без металла, без инженеров, без опытных рабочих. На пустом месте вы хотите в ближайшие годы построить передовую промышленность? Да и построим. Это же прожектерство, это же лозунги, а не дел. Вот ты всегда так, Александр. Честное слово. Как лоскутное одеяло, ей-богу, весь из лоскуточков. В Москве, брат, виднее. Да, Англия, Америка, потратили сотни лет на создание передовой промышленности. Ну? А вы все хотите это за годы, за десятилетия? Ну и шо, что Англия? Англичане действительно народ серьезный, а мы русский ловчей. У нас рука легкая, ей мозговая косточка есть. Сама рука песни поет. Так что ли? Да. Что это? Мама плачет. Не могу я слышать, когда мама плачет. Самому плакать хочется. Оля, Оля, успокой маму. Пусть выплачет. Степа, так трудно мне. Трудно мне без тебя. Жить бы тебе, да жизнь. Одна ведь я и деть. И отец, и мать. Не надо, не надо, мама. Ты что, Сашенька, устал? Не понимаю, мама, не понимаю. Ведь это же не жизнь, а сплошной митинг. Да ты что? Что ты говоришь? Ты опомнись. Все честные люди в партию пошли. К Сталину, а ты... Не надо, мама, не надо. Да ты ошалел. Растили тебя. Растили на последние гроши. А дурманенный какой. А ты большого ума заговариваться стал. Мама, мама, я хочу работы. Большой, трудной, чтоб некогда было оглянуться, некогда вздохнуть. Ну, надоело. Надоело. Надоело рисовать и на стены вешать. Не то рвешь, что надо. Ты за душу схвати, зарвани ее покруче, долг крови. Такие люди, как ты, Саша, сейчас, ох, как нужны и будут. Ты пойми, милый, в родном нашем Сталинграде начинаем... Оставь, дядя Иван, куром на смех. Где? На этих бахчах? Вот на этом болоте? Именно здесь и начните. Места много. От этого берега Волги до Мамаева-Ургана все придется занять. Вон там хорошие парки разбейте. А здесь жилые дома построите. Почему именно здесь? Не понимаю. От Ивана Третьего мы всегда на запад. А теперь на восток, на Урал, в тайгу. Ничего не понимаю. Места здесь обширные. О, Волга рядом. Вот тут мы с товарищем Сталином в 18-м году белых били. А до нас не то Стенька Разин, не то Пугачев суд свой вершили над помещиками. Вот и выходит, что место это священное. Священное ты священное. Но надо верить. А может действительно быть? Там может быть, Александр Степанович. Здесь никогда. А ну вас. Ох и паскуда ж ты, Анатолий. Это мое мнение. Ты возьми мозги в руки, да и подумай, как человек. Что было? Наши вилки из Германии возили нам. Станки из Америки до Англии. Парахлишки из Франции. Нежели побриться и то шведскую бритву завозить, так что ли? Дело это нет, это я спрашиваю. Нет, дело отвечаю, чтоб за тысячу верш киселя хлебать. Свой кисель и свою кашу есть будем. Поздно, милые, спорить. Работать надо. Взялись помогать Сталину, надо помогать. Верно. Крепость из нашей России сделать надо. Крепость. Поздно, милые, спорить. Поздно, милые, спорить. Крепость. 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 400 метров, сын, чьи. 400 метров. С ума сойти. Да что ж удивительно. Да ты не отклоняйся, в мире точнее. Да я не отклоняюсь, фантазия все это. Что? Какая фантазия? Какая фантазия, я тебе спрашиваю. Но, но, но. Вы меня тут с вашими разговорами не напутаете. Наше дело строить, а не удивляться. Да. Сережа. Да, но они хотят сначала строить ноги, не зная, какой будет живот. А потом строить живот, не зная, какую, посадят на него голову. А это они? Не знаю, наши руководители, что ли. Не нравятся мне ваши разговоры, Липский. А вы что-то быстро перекрашиваете, Александр Степанович. В редиску превращаетесь. Сверху, знаете, красненькое, а внутри беленькое. Эх, дурак. Мама, там боссы! Там босс! На седьмой причал! Послушать, как это место? Талинградский тракторный, милый. Мама, иностранец какой-то. Пожалуйста, где здесь отель офис? Контора. Конторы нет никакой. Да какая-то там милая контора. Да и все и так, видать. Вон цеха, а там парк. А зачем тебе контора? Я Роджерс, американский корреспондент. Мама, это тот самый американец, о котором Саша говорил? О, да. Как ты делаешь? Здравствуйте. На седьмом причале! Я хочу знать, что вы показываете, где я должен работать. Провожатор. Чуть я не пойму. Провожатор, плейс, показывать. Показывать, это с удовольствием. Показывать. Вот тут у нас, значит, цеха. Василий Иванович, нужно подбросить цементу. Тон или две? Две. Сейчас подведем. Поскорее. Позовите Гришу. Хотелю. Скандал на весь мир. I'm your correspondent. Я уже сообщал в своей газете, что панельщин уже готов. И наобдруг новый программ, новый проект. Скандал. Вам все у нас кажется странным. Трудно объяснить читателям происходящее. Но мы это сделаем в срок. Какой же скандал на весь мир? Скандал, скандал. Это компромиссис? Мы авторитет, корреспондент. Чего это, американец, хорохорится? Он говорит, что по новому проекту перейти от 20 тысяч структоров к 40 тысячному плану, нужно построить новый фундамент или поднять его. Ну что ж, он верно говорит. Тоже захотели. Аппетит появился на 40 тысяч. Не, брат, из этого дела ничего не выйдет. Не, 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 не. Это решение партии. Ну? Его товарищ Сталин подписал. А-а-а. Товарищ Сталин подписал? Ну тогда... Тогда пойдет. Выйдет. О, мистер Армилов. Гляди-ка, бежит Америка. О, черт толстый, как нашим делом завлекся. Будто советской. Не, он ничего, мужик. Деловой, да. И водку пьет подходящий. Мистер Армилов. How do you do? Во-во. Дуй-дуй. Дуй-дуй-дуй. Уже. Уже. Fine. Very good. Уже. Уже. Сталинград трактор факторе. Буду. 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 Вот и послать Америка. Рабочий хорош. Only СССР. Нет Европы. Америка, советку твою. Долотные руки. Мы кузнецы. И тут наш молод. И вот он и в чаши. О, о, о. Мама, пишут, что мы не успеем построить завод срок, а он уже готов. Эх, Роджерс. Узнаешь? О-о-о. Это дядя. Что же ему нос такой перерисовали? Художественные ретуши. Видали? Видали? А? Во. Во. А, опоздал. В удвоенном размере. А что, ничего? А что? А что? Это не ты, а твой нос. Ха-ха-ха-ха. Ну-ка, дайте мне его. Ах, проснулся. И правильно сделал. Разве можно спать в такую хорошую погоду? Эй. Сынуха маленькая. Петр Александрович, пойдем, я тебе покажу наш завод. Ну, откуда он, да и вот, Саша. Смотри. А? Это было время, когда мало кто верил, что это может стать реальностью. Здравствуй. Здравствуй. Люди есть? Есть. Надежный. Пойдемте сами увидим. Пойдем. А ведь мы скоро наш завод построим, да? Да. И вы уедете к себе в Грузию? Покиньте наш Сталинград. Не знаю. Сколько человеку надо иметь слов для счастья. Всего три слова. Но как-то трудно их сказать. Да. Что да? Конечно, трудно. Может, поедем на остров? А вы думаете, Георгий, на острове эти слова легче произносятся? Поедемте. Поедем. Что-то случилось. Георгий. Наш цех горит! Ну что? Зачем все так? Зачем все так? Саша! Саша! Коля! Не пекал моих! Саша! Сережа! Саша! Коля! Моленька! Сережа! 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 ерпо! Сережа! 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 Скорильке! Ф lucк get fraction! Голюшка, бабочки, горе ты, мое горе, голюшка, деточка моя. Кровью, кровью платим за каждый шаг свой. Остановить нас хотите, а мы не остановимся. Ни по чем теперь не остановимся. Рождались новые гиганты великой советской стройки. Входил в строй первенец первой пятилетки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Перший комбайн спрыснул. Ишь ты, дежурцы на первый Блюминг зовут, азисовцы на первый автомобиль, а ярославцы на первый Каучук. Так ежели все это спрыскивать, пьяницей станет. Все дела, черту запутать. Ну, ты сам подожди. Тут дать нечего. Доброму человеку горилка никого не сквадит. Ха-ха-ха. Калинка, малинка моя. Еще не отгремяла слава первого пятилетия, а партия уже дала директивы ко второй пятилетке. Вступил в строй Днепрогерс. На Волге, в городе Горьком, вышли первые машины Молотовского автозавода. Гигантские заводы Урала-Кузнецкого комбината, возникшие там, где еще вчера шумела тайга, начали давать стране миллионы тонн металла. Мы научились делать машины, казавшиеся недавно мечтой. Шла война за дни, за часы, за минуты. Мы оказались впереди всего мира. Враг пытался нас остановить, но щетно. Успех за успехом. Победа за победой. И труд, ставший делом чести, доблести и геройства, преобразил советского человека. Он почувствовал себя победителем времени. Победа за победой. Большие каналы пролегли по пустыням Средней Азии, превращая в цветущие поля сотни тысяч квадратных километров некогда бесплодных песков. Победащик, по старому обычаю надо искупать строителя. Это не я, не я, не я. Вот наш строитель. Это была победа великих идей в великой сталинской эпохи. В те мирные дни часто созывал Сталин представителей с мест. Они съезжались в Москву точно на праздник. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Скандал! О, скандал рока! О че! Здравствуйте, притр . Как жизнь? Ничего, как вы? Хорошо Вы один? Нет, все мои здесь Здесь? О, ок عشر И смотри, смотри, вперёд Это обязательный Рузай Возьмите меня. Чего вы меня не берете? Культурный человек на тысячи верст, видно, который культурный человек свое место держит, чужое место не держит. Отстали человек, на один чужое место лезет. Что вы уже не чепляетесь? В трамвае, не чешок. Совесть к карману положили, а? Ха-ха-ха! У меня все! Здорово! 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 Давно в Москве. Что ж я тебе на съезде не бачил? Слыхал самого? Конечно, слыхал. Слушай, наверное, скоро война будет, а? Большое предупреждение он нам сделал. Треба прямо посидеть, побалакать. Да-да, вот это верно. Конечно, надо. Ну, ни один час не имею. Возвчера на один доклад пошел. Вчера синий птица смотрели. А завтра еще заседание пойдут. Вот ты здесь, а! По МХАТЕБУ! Ну как, понравилось? Ну, как сказать, симпатичная сказка, конечно. Но он немножко продовольственного уклона имеет. Ха-ха-ха! Слушай, он, говорят, сам будет выступать? Да. Идем скорейше. Пойдем, идем. Смотри, вон Георгиевский зал. Где, где? Вон там, видишь? Смотри, Герезадумова идет. Что? Стаханов, Стаханов. Вон. Куда же это мы с тобой попали, а? Маменька. Мама, это Светленисея. А! Патка, папка, я знаю, где Стали живет. Эх, хулиган ты это, а. Замороченом. А ты и такой что ли был? Все из детства разбойники. Сережу не видала? Да вот они здесь были. Вон они, мама. Ты родной. Сколько лет тебя не видали. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Дядя, дядя, смотри, пошланен. Петя, ну куда ты? Дядя, дядя, а вы за правдочной? Нет, дедка милый, я игрушечный, заводной. Когда как повернешь, так, и пошел. Видишь, так? Вот здорово. Как ты попал крепко? Где твоя папа, мама? Вон та. Познакомь меня с папой и мамой своей. Пойдем, дедушка, пойдем. Ну, ваш сын замечательный. Учите его. Старайтесь, помахайте ему в жизни. Он будущий герой. Спасибо вам, что вот такого сына на свет пустили. Чтоб он был в веру поспитывать. Будешь герой. Иван, спасибо. Какие яркие портреты, правда? Кто это нарисовал? Репин. Репин. Я тебе уже говорила, Репин. 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 Нам твердили, что рабочий класс, разрушив буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое взамен старого. А мы доказали на деле, что вполне способен не только разрушить старый строй, но и построить новый социалистический. Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. Усаживайтесь, товарищи, усаживайтесь. Нам сегодня обещали неплохой концерт. Посмотрим, чем нас порадует наши мастера искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ Твоё здоровье, мать! АПЛОДИСМЕНТЫ О, это, брат, такая старуха. Это наша мама. Бать народная. Бабушка, бабушка, Сталин! Сталин. О, это, брат, такая старуха. Усаживайтесь. 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 КОНЕЦ 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 Вот бедовый черт. Задумал черт. КОНЕЦ 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 Аж совестно мне чего захотелось, Климент Ефремович. А чего именно? А ты, Иван, не того, не здорово клевнул. Я-то? Да. О, Господи, забыли вы меня, Климент Ефремович, айкак, под царицыным на мечетке, чтоб перед атакой плясал. Это я помню. И вот сейчас именно этого захотелось. Знаешь, так по-царицынски сплясать бы. Как смотрите? Вот нашему Ермилову сплясать захотелось. Да он чего-то стесняется. Сплясать? Ага. Аж совестно мне, ей-богу, но такое горячее желание в ног не удержу. А что бы вы хотели сплясать? Ежели возражений не будет, я бы старую бароню сплясал бы, его свистерилович. Это же, чтобы душу отвезти. Хариню? Так точно. Хариню хочется. Как вы думаете, можно ему разрешить? Я думаю, можно. Вот мы между собой так втихомолочку порешили. Что можно вам разрешить? Поговоримся, благодарю. Пожалуйста. Будьте добры. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот говорят, а что, будет война? По всему видно будет По всему видно не миновательно Оно и лучше, Иосиф Исарионович, чтоб при нас она была Мы народ испытанный Привыкли из трудностей выходить Чего только не вынесли У нас спины крепкие На наших бы хребтах и отвоеваться Им тогда Полегче придется Значит, готовятся Готовятся, Варвард Готовятся 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 Такой красивый город Париж А вы в первый раз здесь? Да Да, Париж прекрасен Но что его ждет? Готовятся Интересно, какой ответ Приготовил министр Бонне на наше предложение Пожалуй, опять что-нибудь наврет Готовятся Разве он врет? Бонне всегда врет Он врет даже своему домашнему врачу Тот уже несколько раз Отказывался его лечить Я надеюсь, что господин министр... О, да-да. Пожалуйста. Музыка. 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 Русский запрет. Русский. Алло. О. Алло. Алло. Лондон? Кто тут? Мистер Чемберлен. Чемберлен? Чемберлен. Чемберлен. Алло. Бонжур, сэр. Бонжур. А, и вы тоже слушаете? И у меня такое же впечатление, мистер, что мы с вами сейчас беседуем не вдвоем, а втроем. Ахахаха. Хахаха. Да. Прелестно, не правда ли? Да. Рисковато у него как всегда, но отлично. Да, сэр, мы свое сделали. Пувя уходит к востоку. Да, сэр, приветствую вас, сэр, благодарю вас, благодарю вас. Чемберлэн. Умный старик, все понимает. Да, что вы хотели мне сказать? Господин министр, русские приехали по вашему приглашению. Ах, да, совершенно верно, черт возьми. Они пришли за ответом, совершенно верно. Алло, алло. Ох, это ты, Селестина. Здравствуй, крошка. Что? Ты хочешь показать мне свое новое платье? Как это мило с твоей стороны. Тогда я бросаю все и лечу, лечу. Что? А потом, конечно, поедем с тобой в кафе. К передаче господину президенту, что я сейчас выезжаю. Да, русские. Пусть они разговаривают с ним, а? Вы неприятные народы. Им обязательно нужно давать на все прямые ответы. Правда им нужна. Вы передайте им, что я не могу их принять, что я занят, что меня вызывает к себе. Вы слышали себе президент. И скажите, что я очень сожалею. О чем, господин министр? На этом-то не надо договаривать, Майтулка. Скажите, сожалею и все. Как вы это скажете? Господин министр весьма сожалеет. Не так. Надо сказать, чтобы в голосе чувствовалось грусть. Скажите, что господин министр очень сожалеет. О, вы говорите. Господин министр очень сожалеет. Вот так, пожалуй, будет лучше. Ступайте. Месье Жанно, ну-ка, повторите, как вы будете говорить? Господин министр весьма, весьма сожалеет. И я так же. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. И так, с сегодняшнего дня мы предоставлены самим себе. Франции, как великой державы, больше нет. Ну что ж, пожалуй, пора собрать чемодан. Пожалуй. Значит, это война? Да, после Мюнхена война стала реальностью. Так, значит, поездка в Англию и в Америку теперь излишна. Англия и Америки скоро будет не до нас. Америки скоро будет не до нас. Ну вот, Шторлы, надо быстро свертываться. Никаких Америк. То есть как? Нас оставляют один на один с Гитлером. Неужели и Франция? Франция? Вы же знаете, что такое Франция, Бона и Лавали. Франция? Франция! Приехал министр? Месье Бонни! Месье Министр, прошу отсюда! Вы хотите посадить нас поближе к сцене? А не шумно ли будет? Нисколько, Месье Министр. Там Витя немножко близко к нацистам. А у окна наше левое. Ха-ха-ха-ха. Что-то много у нас развелось с друзей Гитлера, Месье Министр. Как мух перед дождем. Что-нибудь обязательно случится. Вы, Григоар, я вижу сторонник антигитлеровской коалиции. Мадам, как же иначе? Всякая коалиция против Гитлера – это война, неспа? А вы знаете, Григоар, что такое война? Там бы, Месье Министр. Вот именно. А это нам не подходит. Ха-ха-ха. Ах, Машер Селестин, я иногда думаю, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем... Чем большевиками. О, ты хочешь отгадать мои мысли, Крошка? Я хочу сказать, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем тобой, моя радость. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот от этой сволочи зависит судьба мира. В 1939 году Франция, преданная своими продажными руководителями, оказалась под сапогом Гитлера. Пал Париж. Гитлеровские орды хлынули в Западную Европу. В 1941 году фашистские полчища вероломно напали на Советский Союз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, христиане и интеллигенции, мужчины и женщины, отнесутся к должным сознаниям, к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть плочен и единый... Все уезжают. Вчера у нас 200 человек из цеха ушли добровольцами. На, пригодится. Ну, племянничек, до свидания. Пороку. До свидания. До свидания, Сереженька. Ну, да. Грустно как-то. Ты уезжаешь, а я остаюсь. Рано меня в старики записали. Чего-ничего. Вот увидишь, мой прогноз оправдается. К зиме все кончено. Ну, сынок, где это видно, что война скоро кончалась? Маночка, вы останьтесь, я провожусь. Да нет, давай я. Ну, Сереж. Сереж, давай, давай. Осенью 1941 года немецко-фашистские армии приблизились к Москве, рассчитывая взять ее схода. Гитлер уже назвал сроки захвата Москвы. Господа, перед нами Москва. Замечательный день, исторический дат. Господа, перед нами Москва. ОТС Ведя, верни, верни, верни! Гитлер по радио всему миру сообщил, что немецкие войска вступили уже в Москву. Там иностранный корреспондент интересуется нашими делами. Примите его. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Сталин. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я слючу за Советским союзом, потому что 17 лет. Я видел, что ваша страна преодолевающая раны к гражданской войны, неразухая. Видел также период индустриального роста. Я верил в ваше дело, я боролся за него у себя дома. Но сейчас, не скрою, мне тревожно. Вы хотите сказать, что сейчас уже не очень верите в наше дело. И как добросовестный врач вы приехали проверить наш пульс. Ну и как? Я всегда говорил с вами очень искренне, мистер Сталин. Видел эти ошибки, задерживаясь так долго в Москве. Немцы рядом и, больше того, они почти вокруг Москвы. Погода же нелетная. Вам будут предоставлены все возможности вылететь в любой магазин. Я говорю о вас, мистер Сталин. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Тем более сейчас, мистер Джонсон. Накануне победы. Каждый раз, когда я говорю с вами, вы задаете мне столько загадок. Очень жаль, что за 17 лет вы не отгадали ни одной. А что же сказать про тех, кто не знает и не любит нашей страны? Клянемся перед Родиной. Клянемся перед Родиной. Правительством. Правительством. И великим полководцем Сталиным. И великим полководцем Сталиным. Будем защищать родную землю. И сердце нашей Родины Москву. Будем защищать сердце нашей Родины Москву. Родины Москвы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подерпев поражение под Москвой, Гитлер приказывает фельдмаршалу фон Паулюсу прорваться к Волге и захватить Сталинград. Воспользовавшись отсутствием второго фронта, фашистская военщина собрала все резервы под метелку и бросила их к берегам Волги. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. Третий месяц шло субтитров А.Кулакова Третий месяц шоу Третий месяц шел Жилеза устал. Жилеза устал. Камень устал. Одна она не устал. Человек она. Все устал. Один человек не устал. Мама, это который сегодня? Десятый. Так. Отлично. Чего отличного? По сотне давали, и то не радовались. Эту колонну веду я. Саша, я с тобой. Нет, нет, Ксенечка. Ты нужна здесь детям. Береги себя, Сашенька. Ты что, мама? В Крыму, на пляже? Да мне жарко, сынок. Не то что. Слушай, Саша. Ну, смотри там. Не оплошай, дорогой. Тут уж жалеть себя не приходится. Не подведем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Трудно, Саша, трудно. Человек, он не военный. Что? Почему не военный? Чего трудного? Под немцем-то еще труднее, а? Выдумала тоже. Не военный. Кто теперь не военный? Все милые обвоевались как следует. И такая стали, мама, что вас не узнать. Вам никого не жаль. Вы какая-то бессердечная. Деревянная стали. Ах, да не мы одни. У Филимоновых двое погибло, а у Зуевых четверо. Ах, Ткаченко, Ткаченко, включи. Русс! 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 Русский инженер, человек из старой культуры и самостоятельного образа мыслей, в прошении царицы. Русский инженер, человек из старой культуры и самостоятельного образа мыслей. Русский инженер, человек из старой культуры и самостоятельного образа мыслей. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. Никогда! Сашенька, сынок ты мой милый. Миллион нас потерей. Не я одна. Миллион нас потеряла. Млúc Петушка, ты чего плачешь? Что ты, петушок? Когда ж ты видал, чтоб я плакал? Снег запорошил всю. Ветрище. Парах! Немцам я вас не отдам. Деточки мои, не бойтесь, не бойтесь. Где ваши? Сколько? Говори точно. Костьми лягу, не пущу. Руки гордкие. Ты что, мать, ранена? Нет. Война смерть. Войска Донского фронта подошли к городу. Значит, сегодня Донской фронт и Сталинградский встречаются? Непременно. Да. Сталинград свое дело сделал. Бойцы покрыли себя неувыедаемой славой. Фашистские мерзавцы попали в стальную ловушку. А как там танковая армия упаленного гитлеровского стратега Найнштейна? Все еще хочет проиграть кольцо. Да, Иосиф Виссарионович, пытаются. Не щадят своих людей. Усильте нажим и бросок в степь. Да колотите их там. Оборонительный период войны закончился. Отныне мы наступаем. Следие два сина, наверное, O М-яяage и Виссарионович, Пошли, пошли. Хватит вам гулять. Пойдемте. Пошли, пошли. Не туда. Беду! Бабушка, бабушка, смотри, белый флаг. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Бабушка, смотри. Бабушка, смотри. Выстрел, родной мой! Выстрел, родной мой! Спасибо вам, Барбара Михайловна, спасибо от имени Родины. Как мы думали, Иосиф Васильевич, так по-нашему и вышло. Выстрели мы, клятву свою сдержали. Да, сдержали. И все потому, что вы, а вместе с вами миллионы советских матерей, вырастили отличных сынов. Кровь, политая нашим народом, даст великую жаду. Человечество никогда не сможет забыть того, что наш народ сделал для его освобождения. Под священным знаменем великого Ленина мы полностью выполним все то, что он нам завещал. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ